ПЕСНЯ В эфире День Добрый. Гости. Джин, будь здоров, пишет Джин. И того же желаю тебе вдвойне в квадрате и в кубе, Джин. Екатерина пишет, здравствуйте, вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? У меня несколько раз была такая ситуация, что я общалась с мужчиной, но нам хорошо и комфортно в обществе друг друга, и невольно я влюблялась. После этого очень больно и обидно, что мужчина говорит, он и не думал о серьезных отношениях со мной. Обидно. Это же естественно, влюбляться в тех, с кем нам хорошо. Особенно если мужчина заводит разговор о будущей семье и детях, непонятно. Не обсуждать же сразу с мужчиной, к чему может привести наша дружба. Это может напугать любого. Екатерин, спасибо большое за ваше сообщение. Да, я верю, что дружба между мужчиной и женщиной возможна. Но как и мужская дружба, мужчин друг с другом или женская, это все требует определенных правил. Если их нет, их надо выработать, без этого нереально дружбу построить. И в этих правилах обязательно нужно определиться с ценностями, что мы будем считать самым главным в наших отношениях. Вот когда это определено, тогда дружба возможна. У меня несколько раз, пишете вы, Екатерина, была ситуация, что вы общались с мужчиной, и вы невольно влюблялись в него. Это обычно происходит с женщинами. Мы, мужчины, если дружим с женщинами, мы обычно в них реже влюбляемся, чем они в нас. Потому что у нас, если определена цель, я хочу дружить, или, о, это просто моя подруга, мы дружим, все. Вот такая установка позволяет нам не вовлекаться эмоционально настолько в отношения, чтобы влюбиться. С женщинами это чаще бывает, потому что мужчина, с которым женщина дружит, он ведь проявляет себя нестандартно. Потому что если он способен дружить с женщиной, значит он способен понять ее, выслушать, помочь. И он проявляет такие качества, которых женщина днем с огнем не может найти в окружающих мужчинах. И особенно, если вы не замужем, Екатерина. Конечно, в такого мужчину вы неосознанно уже будете влюбляться сразу, а потом уже и сознательно. Так что вы должны себе сказать, мое чувство влюбленности это не любовь, это удовлетворение той потребности, которую я не могла удовлетворить раньше. И так себе и говорите, это чувство, которое может меня обмануть. И если вы будете в него влюбляться и желать с ним чего-то большего, чем просто дружба, а видеть в нем потенциального мужа, отца своих детей, то вы перестанете чувствовать его так, как нужно. Возможно, в будущем это чувство влюбленности, и ему нужно дать место, пусть оно руководит вами, но не сейчас. Сейчас, когда вы дружите с мужчиной, вам нужно максимально, во-первых, эту дружбу закрепить, чтобы вы могли сами себе сказать, все, мы действительно по-настоящему дружим. Вот это первое. А второе, когда вы с ним начинаете дружить, вы должны понять, он учится воспринимать вас как друга, но он на уровне подсознания не воспринимает вас как очень надежного человека, потому что вы женщина, и стереотип срабатывает с женщиной, дружить на нее полагаться. Ну, можно, но в каких-то стратегических делах нет. Нет, женщина на корабле быть беде, и вот эти все фразы, поговорки народные, они лезут в голову, они буквально вылазят из души, гены, передается ведь из поколения в поколение такое отношение к женщинам. Поэтому, а если вы влюбитесь в него, и он почувствует это, увидит, что вы не просто подруга для него, а вы чего-то большего хотите, он не станет с вами уже дружить. Потому что для мужчины, в первую очередь, важна все-таки дружба, а потом уже что-то. Обсудить свои чувства в принципе можно, но мне думается лучше о третьих людях. Привести в пример, кто-то дружил, и она влюбилась, и тоже сказать, слушай, а не случится ли это со мной? А если случится, что будем делать? Поговорите о третьих лицах, хорошо, если это будут примеры известные и вам, и ему, может быть художественный фильм, посмотрите, где такой же сюжет раскручивается. Послушайте, что он об этом думает, и тогда вам легче будет с ним уже дальше строить отношения. Прямой эфир. День добрый. Я его ведущий Евгений не только отвечу на вопрос, но и дам практическую рекомендацию. Звоните прямо сейчас. Бесплатный номер 8 800 200 11 34. Редактор субтитров А.Семкин